Уже сегодня в Музее изобразительных искусств откроется необычная выставка художника Патрика Хока. Видео, фотографии, дизайн освещения и инсталляции. Его работы изучают то, как история создается и представляется в настоящем. Хаджат Мазгарова изучила археологию кино и ирландский взгляд на дагестанское искусство. Ирландский взгляд на декоративно-прикладное искусство Дагестана. На взгляд молодого художника Патрика Хока, впечатленный архитектурой древнего ЧОХа, кавказскими вершинами на холстах Франции Рубо, он и сегодня с интересом разглядывает экспонаты музея ИЗО. Это действительно очень богатый и интересный контекст для того, что делаю я как современный художник. Этот бюст древнего грека отлично бы подошел в качестве декорации к фильму «Александр шутит художника». Кино заговорил не случайно. Патрик занимается поиском кино-реликвий. Декорации, бутафория с его точки зрения серьезно влияют на наше восприятие истории и довольно часто с легкой руки сценаристов и режиссеров эта самая история переписывается. Например, фильм «Александр» для Скотта, который очень интересен, потому что дизайн всех декораций и бутафорий, он был очень исторически правдивый дизайн. Но то, как само повествование в фильме и рассказ этой истории был сконструирован, имело очень мало точек соприкосновения с действительностью. Дагестанские зрители увидят фотографии, видеоинсталляции, архивные подборки хока в поисках материала. Художник объездил все самые знаменитые киноплощадки мира. Так выяснилось, что съемки голливудской ленты «У холмов есть глаза» велись в пустыне Марокко, а не Колорадо, где по сценарию и происходит действие. Оказалось, что дешевле полететь в Марокко, сымитировать пустыню Невады в Марокко, нежели чем снимать в Неваде. Представление об исторических личностях меняется уже благодаря их двойникам, считает Хок. На Красной площади он снял видеоинсталляцию с теми, кому и сегодня обращаются не иначе, как к вождям мирового пролетариата. Мне было интересно, как они меняют наше историческое представление о прошлом через самих себя, через себя живущих, как Ленин. В Дагестане Хок узнал, что и местные аулы превращались в съемочные площадки. Правда, декорациями служили реальные дома, и события разворачивались на фоне уклада жизни горцев. Ирландскому художнику любопытно побывать и в этих селах. Коллега по творческому цеху, друг и гид по республике Таус-Махачева согласна на еще одно путешествие. Молодой художник, и он начинает. У него есть работа в каких-то хороших коллекциях, он выставляется в разных странах. И мне кажется, ну глядя на его CV, понятно, что он в начале карьеры, но он работает с очень хорошими институциями. Хадижат Мазгарова, Гусей Инкулиев, Зулькарам Дамоданов. Время новостей.